Первые онлайн торги по безопасному городу прошли две недели назад. Аукцион был на понижение цены проекта. Участие приняли три компании – Харгостелеком, российский концерн Вега и отечественный провайдер Мегалайн. Сумма, которую предложила Мегалайн, внезапно оказалась в 20 раз больше, чем стоит проект – 50 миллиардов 200 миллионов сомов. Случившееся позже назвали технической ошибкой. Сама компания заявила, что сумма, которая высветилась во время торгов, удивила их не меньше остальных. Сумма нашего предложения отличалась от той, которая была показана. В процессе аукциона мы поняли, что что-то идет не так. Не были обозначены суммы других участников. Нам не было смысла вести электронные торги, так как не с кем было торговаться. Других участников мы не видели. Их показали после того, как сформировали протокол вскрытия. Если этот аукцион признают недействительным, мы готовы на таких же условиях участвовать в следующем. Мегалайн – компания, которая, по сути, занимается транзитом интернета, покупает его оптом и продает в розницу. До этого провайдер не реализовывал такого рода масштабные проекты. Впрочем, скорее всего, и не будет. В последнем аукционе компания почему-то не участвовала. Комментировать причины представители Мегалайна отказались. Второй аукцион. И вновь три компании. Все тот же концерн «Вега», «Безопасность информационных систем» и внезапно мобильная компания «Альфа-Телеком», известная всем под брендом «Мегаком». Начнем с российской компании «Безопасность информационных систем». На деле это оказался старый знакомый «Крыгостелеком». В консорциуме с этой иностранной фирмой, то есть своего рода в партнерстве «Телеком» и принял участие в торгах. Стоит сказать, что «Безопасность информационных систем» уже реализовывала подобные проекты в 45 регионах Российской Федерации. Следующий участник «Альфа-Телеком». Специализируется на мобильной связи. Компания была национализирована после апрельских событий 2010 года. Ее саму пытались продать несколько раз. Безуспешно. С компанией связаны крупные политические и коррупционные скандалы. Опыта в реализации подобных проектов нет. Третья компания, по предварительным данным, победитель концерн «Радиостроение Вега». Он входит в состав более крупной компании «Российская электроника», которая в свою очередь является частью госкорпорации «Ростех». Концерн Вега собирает радиолокационные комплексы с 1944 года. Ассортимент огромный – от инкубаторов тромбоцитов до систем авиационного и космического наблюдения. В ине этого года на выставке в Екатеринбурге компания представила комплекс фото-видеофиксации нарушения правил дорожного движения «Призма». Он может измерять скорость, контролировать до восьми полос движения и работает от солнечных батарей. Техника – то, что надо. Одно но. Цели компании «Вега» – развитие систем разведки, технологии радиостроения, систем управления наземного, авиационного и космического базирования в интересах обороны и экономики России. Марат Ахматов, Хасан Гафиров, Телеканал «Апрель».